Накануне акционерное общество Сургутнефтегаз в честь года экологии аккурат перед профессиональным праздником, днем работника нефтяной и газовой промышленности, организовало большой пресс-тур по экологической безопасности в Талаканском месторождении, который находится на юго-западе Якутии. Также в этом году Сургутнефтегаз отмечает 40 лет с момента создания. Акционерное общество, являясь флагманом нефтегазовой отрасли России, трижды становилось лидером рейтинга экологической ответственности. Об основных принципах экологической политики компании, об обязательствах и о планах расскажет Любовь Васильева. Сегодня открытое акционерное общество из 24 существующих лицензий в Восточной Сибири эксплуатирует 6 месторождений. В прошлом году началась промышленная работа на новом южно-талаканском месторождении. Сейчас продолжается поиск, разведка на новых лицензионных участках. С момента прихода на территорию республики компания соблюдает особый порядок ведения хозяйственной и промышленной деятельности. С заключением о совместном сотрудничестве с Ленским районом в 2004 году компания развивает экономику муниципалитета и исполняет социальные обязательства. В прошлом году «Сургутнефтегаз» уплатил налогов в районный бюджет на сумму 447 миллионов рублей. Сегодня мы ведем переговоры с компанией «Сургутнефтегаз» об асфальтировании дороги 30 километров между Перидуем и Витимом, которая соединяет дорога. К концу года в четвертом квартале должна завершить дорогу до села Талон. Это тоже немаломажный фактор, потому что туда круглогодичной дороги нет. Уроженец Хангаласского района, выпускник геолого-разведочного факультета СВФУ Андрей Макаров работает в компании с 2014 года. И за три года за достижение вырос до помощника мастера бурового. В его ответственности слаженная работа целой буровой бригады. Удачно так получилось. Университет договорился с «Сургутнефтегазом». Попал и получается сейчас работу летаю с «Сургута», вахтовым методом работаю, каждый через две недели летаю. «Сургутнефтегаз» компания мне сама нравится, все устраивает, что стабильная зарплата, карьерный рост. «Сургутнефтегаз» является одним из крупнейших работодателей в России. Всего на Толоканском и других месторождениях Западной Якутии работают порядка 9 тысяч человек. Из них 1800 сотрудников из числа местных жителей. С каждым годом расширяется география трудоустройства местных кадров. Здесь работают представители Ленского, Мирного районов, Сунтарского, Нюрбинского, Центральных и Заречных улусов. «По нашей программе «Кадры» мы также проводим целевое обучение из выпускников из числа местного населения, местных школ. У нас уже порядка 124 целевиков обучаются, из них 75 уже работают в нашей компании. Остальные – это выпускники вузов и СУЗов. Мы предоставляем все виды производственных практик с гарантией трудоустройства». Компания продолжает развивать инфраструктуру и производственные мощности. Весь цикл нефтегазодобычи обеспечивают большие объекты. И постоянное планомерное уменьшение негативного воздействия промышленных технологий на окружающую среду является одним из основных принципов экологической политики предприятия. Компания большинство отходов перерабатывает и использует как вторичный ресурс. Затраты на экологию в прошлом году составили 20 миллиардов рублей, из них по Восточной Сибири – 2 миллиарда рублей. Они имеют аккредитованную лабораторию, где проводят все исследования по состоянию воздуха, почвы и воды. «За время существования компании в Восточной Сибири никаких изменений или ухудшений в части экологии не зафиксировано. Основные объекты выполнения всех условий, они уже построены. Это и канализационные очистные сооружения, и шламонакопитель. Сейчас мы в основном тратим средства для того, чтобы отобрать пробы на всех своих лицензионных участках. Нам нужно два раза в год облететь все 24 лицензионных участка, отобрать пробы. Мы ведем также каждый год, ежегодно ведем рекультивацию. Это тоже входит в природоохранные мероприятия». Также «Сургутнефтегаз» в случае аварии имеет все необходимые силы и техническое оснащение. Месяц назад на одном из скважин куста номер 20 во время эксплуатации повредилось устьевое оборудование. Именно здесь, на кустовой площадке номер 20 Восточного блока Талаканского месторождения, в середине июля произошла авария с выбросом газосодержащей жидкости. В короткие сроки ее ликвидировали, скважину восстановили. По исследованиям «Сургутнефтегаза» последствия аварии не угрожают окружающей среде. В данное время продолжается экологическая и технологическая проверка Ростехнадзора. Объект восстановили в течение суток. Во время аварии никто не пострадал. По мнению специалистов, этот инцидент не повлияет на работу куста скважин. Проверка Ростехнадзора, итоговый акт в данное время пока не готов. Комиссионно определяются причины. Отобраны образцы металлоконструкции пострадавших в результате этой аварии. Не произошло возгорание, не произошло загрязнение нефтью. Были отобраны пробы комиссионно и пробы показали, что загрязнение на самой площадке даже не превышает или в рамках фонового содержания нефтепродуктов в почвах чистых. Таким образом, загрязнение не произошло. По части природоохранной деятельности Министерство охраны природы Республики высоко оценивает работу компании. После инцидента ведомство озвучило итоги мониторинга. Да, мы по атмосферному как раз работали совместно в Росприродном обзоре. Именно в этой части. В основном все в нормах ПДК. На возможную аварию по разливу нефти мощности компании позволяют на 100% изъять нефть из окружающей среды. Мы увидели это на примере учения в реке Кадала. Спасательная служба оснащена всеми средствами для локализации и ликвидации, откачки такого разлива. За час они могут собирать с поверхности до 20 кубических метров нефтепродукта. Если персонал аварийно-спасательного звена находится на месторождении, вся техника, необходимая для локализации и ликвидации, находится вся здесь, мы в любое время суток сможем это сделать. Мы можем работать как на малых реках, так и на больших реках. Установка боновых заграждений, сбор анализа и очистка берега происходила одновременно. Если подготовленное звено, установка занимает от 10 до 15 минут полностью развернуться, установиться. Экологическая политика акционерного общества направлена на рациональное использование природных и энергетических ресурсов, обеспечение экологической безопасности в производстве. Достижения в этом направлении подтверждают лидерство «Сургутнефтегаза» в рейтинге экологической ответственности, что дает уверенность в дальнейшем развитии. В 2016 году «Сургутнефтегаз» увеличил добычу нефти на 5,5%. Это почти 9 миллионов тонн. И далее компания к 2018 году намерена увеличить объемы добычи еще на 14%. Любовь Васильева, Георгий Григорьев, День за днем, НВК Саха, Талакан, Ленский район.